Вторая часть, извините, меня прервали. Я получала сообщение, в том числе от некоторых пользователей, как Марат Джимбаев из Караганды, о том, что его счет банк заблокировал незаконно за то, что якобы он сделал подозрительную операцию. Это тоже одна из, между прочим, фактов, один из очень важных фактов нарушения прав человека плюс давление на активистов. Почему важно об этом говорить? Потому что важно, чтобы депутаты Европейского парламента знали, каким образом преследуют, какими механизмами вас преследуют, что означает экстремизм на самом деле, что любая правозащитная деятельность, любая мирная деятельность участников протестов, просто жителей Казахстана, которые хотят поддержать политических преследуемых или даже им просто пожертвовать деньги, преследуются властями, в том числе через финансовые институции, как банки. Важно называть эти банки, как они себя ведут, это все фиксировать. И вы должны знать, что 25 февраля в Астане приезжает делегация депутатов Европейского парламента. Они будут встречаться с представителями гражданского общества, с правозащитниками. И вы можете донести тех, кого не пригласили, например, свою позицию через Твиттер, через различные формы мирного протеста, через различные посты, где вы будете обозначать в Фейсбуке, например, или в Инстаграме депутатов Европейского парламента и дипломатов, которые должны приехать в Казахстан. Но при этом важно помнить одну вещь. Мы выступали как гражданское общество на протяжении последних нескольких дней и даже, я бы сказала, недели, потому что еще перед этим были слушания и встречи личные с дипломатами, депутатами Европейского парламента и национальных европейских парламентов в различных платформах. Самые основные вопросы, которые к нам поступали, во-первых, как жители Казахстана согласились на переименование Астаны в Нур-Султан? То есть не вызывало ли это у вас протест? Ну, конечно же, мы рассказали о том, что это вызывало у вас протест. Второй вопрос был, ну вот нам дипломаты Европейского союза, различных стран, они не указывали, кто именно, сказали, что на самом деле у казахов это национальный вид спорта выходить на протесты, оказывается. И что, а, эти протесты проплачены, как правило, конечно, каким-то беглым олигархам или в интересах какой-то группы лиц. Или же они просто, вот им нечего делать, поэтому они так же выходят на протесты, вот как в европейских странах. Это пропаганда. То есть вы должны знать, что есть депутаты Европейского парламента и дипломаты Европейского союза, которые на вашей стороне, которые отстаивают действительно принципы соблюдения прав человека. А есть те, которые транслируют пропаганду Казахстана. Властей Казахстана, режима Назарбаева. И это жизни. То есть нельзя питать людей, такие люди есть. И их важно качественно, аргументированно опровергать. Например, вы пытаетесь по той схеме, которую я указала ранее вам, где вы зафиксируете на видео нарушение прав человека, проинформировать международное сообщество. Каким образом? Первый, конечно, наиболее, скажем так, простой метод, это отметить посольство Европейского союза, страничку их в фейсбуке, посольство, например, Германии, Франции, США, Канады и многих других стран. Это правильное действие. Конечно же, можно отмечать еще евродепутатов, конечно же, можно отмечать и нужных журналистов международных. Для этого вы должны просто их искать в фейсбуке и в других социальных сетях и информировать. Но, когда вас лишают этого права, например, как делегация Европейского союза отключает возможность ее каким-либо образом информировать, вы должны об этом сообщить депутатам. Как это сделать? Сделать принт-скрин, что вот вы отметили, но черное выделение, которое позволяет сделать гиперссылку, оно исчезает. То есть европейская делегация в Астане не хочет знать о нарушениях прав человека. Фиксируйте это. С другими посольствами такая ситуация не обстоит. Но почему-то посольство, которое призвано, чтобы мониторить выполнение нарушения прав человека и выполнение резолюции Европейского парламента, такую функцию вас лишило. И об этом важно говорить. Важно говорить, насколько вы довольны выполнением мониторинга соблюдения прав человека делегации Европейского союза в Казахстане. То есть в чем этот мониторинг должен проявляться? В появлении представителей дипломатов на политически мотивированных судах, во встречах и ответах их на письма представителей гражданского общества и многих других аспектов. Например, публичные заявления в защиту прав человека. Слышали вы об этом или нет? Видели ли вы этих дипломатов или нет? Расскажите об этом на встречах с депутатами. Расскажите об этом в социальных сетях в канун приезда депутатов Европейского парламента, которые едут проверять две стороны. И работу, и выполнение прав человека со стороны и Казахстана, и представителей делегации Европейского союза. Потому что напомню еще раз, договор между Европейским союзом и Казахстаном это обязательство двух сторон. Понимаете, двух. И Казахстана, и стран Европейского союза. А вы, как гражданское общество и как народ Казахстана, делегировали казахским властям возможность представлять ваши интересы. И ваша задача, так же как и евродепутатов, сделать конфронтирование. То есть проверку, насколько они действительно соблюдают и выполняют эту функцию. Теперь, что касается проплаченных НПО и, например, проплаченных протестов. Что протестующим так же легко выходить на протест в Казахстане перед посольством Европейского союза или где-либо в других местах. Так же, как это можно сделать на площади Шуман в Брюсселе. Площадь Шуман это прямо площадь такая перед Европейским парламентом, Европейской комиссией, где чаще всего происходят протесты. Там каждый день происходят протесты. То есть представители Европейского союза, какой-либо, я не знаю точно, какого именно из представительств, но кто-то из них пояснил своим коллегам, которые приезжали в ноябре прошлого года, что вот казахстанцы выходят на улицу приблизительно так же, как каждый день, как в Брюсселе выходят граждане различных стран для того, чтобы требовать соблюдения своих прав. Вы понимаете абсурд. Но это важно объяснить теперь депутатам, чтобы и они поняли из ваших уст, насколько это легко. Как вы можете это сделать? Правозащитники фиксируют количество превентивных арестов на протяжении последних, я сказала бы, шести месяцев. Вот в нашей группе активисты, не экстремисты, вы можете посмотреть статистику. Там есть закладки. С сентября, даже с августа, по настоящий момент, сколько было превентивно задержано активистов. Это сотни граждан Казахстана в разных городах, как минимум в 10-11 городах Казахстана. Это первый качественный и аргументированный фактаж для провержения такой пропаганды. Второй такой аргументированный для вас может быть подсказкой. Например, сколько должны заплатить дипломату или депутату Европейского парламента для того, чтобы он согласился потом быть под давлением, пытками, просидеть в помещении, где нет никаких условий санитарных, где полностью ограничен, как минимум на 15 суток административного ареста или же до 17 лет. Как это требует решение суда незаконное от 2018 года по признанию деятельности ДВК экстремистской. То есть максимальный срок, который каждый из участников протеста может гипотетически подвергнуться, согласно устрашению властей, это 17 лет. Сколько и когда кто должен заплатить столько дипломатам и депутатам Европейского парламента, чтобы они были готовы на такой сценарий? Это как бы такие логические вопросы. Потом следующий вопрос. Вы расскажите просто-напросто, почему вы выходите на протесты? Почему каждый из вас, рискуя своей жизнью, выходит, тем не менее, на одиночные протесты? Почему вы с этим не согласны? И что это ваш единственный шанс сейчас бороться за свои права? Вот именно такие месседжи сказала Дана Жанай во время слушания на делегации по Центральной Азии в Европарламенте, когда один из депутатов из Франции говорил такие месседжи, вот проплаченные НПО, проплаченные протесты и тому подобное. Это, опять же, транслирование пропаганды казахских властей. Это нормальная ситуация. Вы должны знать, что всегда есть депутаты, которые вас поддержат, и те, которые работают на режим. Всем здравствуйте. Извините, что я так тараторю, я просто очень боюсь опоздать на самолет. Теперь дальше. Мы проговорили. И теперь меня мучают все время, спрашивают вопросы, как мы можем остановить пропаганду АЗТК. Из тех депутатов, которые приедут в Казахстан, они также встречаются с руководством АЗТК и настоящего времени в Европейском парламенте, потому что очень часто именно в настоящее время и АЗТК являются единственным источником информации на английском языке, о том, что происходит в Казахстане и вообще в регионе Центральной Азии. Именно поэтому важно бороться с пропагандой. Вы на самом деле уже достигли очень многого, потому что поменялось руководство непосредственно наверху. Теперь очень важно, чтобы изменилось, ну то есть в США, да, там конкретно те, кто отвечает за направление по Центральной Азии, по Азии в целом. Теперь ваше решение, чтобы максимально достичь эффективности и поменять на независимое руководство непосредственно редакцию казахстанскую в Праге. Это Доров, который вы уже знаете, да, и еще несколько человек, которые непосредственно находятся в Праге, которые покрывают действия пропаганды непосредственно, фактически, ну реально распространение хабара в АЗТК и в настоящем времени. Но здесь вы должны системно отмечать, опять же, руководство, так как это делают Данияр Хасенов, Асем Такаева и многие другие активисты. Они делают это в своих постах. Смотрите, копируйте, кого они именно отмечают. И постоянно, регулярно под постами АЗТК также говорите, где они вещают пропаганду. Что касается информации для депутатов Европейского парламента, то здесь важно, чтобы вы аргументированно на 5-6 примерах показали, в чем именно и чаще всего повторяется такая пропаганда со стороны АЗТК. Почему надо относиться более внимательно к той информации, которую транслирует АЗТК. И что еще я хотела сказать. Что касается визита Такаева. Я считаю, что это огромное достижение каждого из вас, активистов, что вы поддержали просьбы, скажем так, многих правозащитников, а также донесли свой собственный месседж через социальные сети депутатам Европейского парламента, потому что ваш голос слышат. Слышит этот голос даже президент Европейского парламента. И сейчас очень сильно меняется политика президента Европейского парламента в защиту блогеров, журналистов, особенно блокировки интернета. Поэтому все ваши сообщения о том, что интернет блокируется, о том, что вас преследуют как блогеров, видеоблогеров, которые фиксируют нарушения права человека, сейчас будут рассматриваться с особой внимательностью. Пользуйтесь этим. Это замечательный момент, потому что люди, которые защищают права человека, всегда должны действовать как команда. Вы должны действовать как маленькие шурупчики, которые потом собираются в большой механизм и машину. Или же как капля к капле вы становитесь океаном и достигаете своей цели, своих берегов. И поэтому, если вы фиксируете нарушения прав человека, правильно их в конечном итоге описываете. Я напоминаю об этом. Пересылайте все, что необходимо в нашу группу, все нарушения ваших прав человека. Обязательно отмечайте правозащитников под постами, если вдруг срочно этого не можете сделать. Помогайте нам собирать информацию, и тогда ваш голос будет слышен. Ну и, конечно, во время протеста очень важно фиксировать максимальное нарушение. Если вы находитесь в здании, если вы находитесь в машине, фиксируйте нарушения прав человека тех, кто не может это зафиксировать. Это очень важно. И пересылайте к нам как можно быстрее. Публикуйте в Твиттере, публикуйте в Фейсбуке, публикуйте в Инстаграм. Пересылайте через Телеграм. Методов, на самом деле, очень много. Даже если у вас отключили интернет, записывайте, записывайте на видео все, что происходит с нарушениями прав человека, и высылайте потом. Делайте видео короткими. Чем короче видео, тем легче вам его переслать нам. Сделайте несколько видео того, что происходит сейчас с вами, и мы сможем быстрее вам помочь. Теперь, что еще необходимо сказать. Мне кажется, в принципе, я вам все рассказала. Сейчас, может быть, последний момент, что мы будем выступать в ближайшие дни, как я, может быть, уже говорила. Я, может быть, прощение, может быть, забыла. Что мы в ближайшее время будем выступать на парламентской ассамблее АБСЕ. То есть это представители народных парламентов, национальных парламентов стран, членов АБСЕ. Казахстан входит в АБСЕ. То есть там будет и казахстанская делегация. И мы будем говорить о нарушении прав человека при использовании межгосударственных договоров, сотрудничества и инструментов различных, как интерпол, экстрадиции, для нарушения прав, для преследования по политическим мотивам тех, кто занимается правозащитой, является родственниками политических оппонентов или диссидентов за рубежом. И в связи с этим мы, конечно же, тоже будем выступать и говорить о том, как Китай преследует уйгуров, собирает информацию о них по всему миру и добивается отмены их резидентства или же их нелегальной депортации и экстрадиции. И поэтому в ближайшее время мы будем сообщать тоже, как будет проходить эта дискуссия, о чем нам удалось договориться и как это все произошло. Также у нас будут гости из Турции. Могу вам сказать, что Казахстан не единственный, кто пытается заблокировать гражданское общество, в том числе и международные организации. Например, совсем недавно делегация из Турции пыталась заблокировать наше мероприятие, о котором я сейчас только что рассказала, которое будет проходить завтра в Вене. Но безуспешно, к счастью. И это уже не первый раз. То есть вы должны знать, что все диктаторы действуют одними и теми же методами. И защита будет тут такая же, солидарность. То есть поэтому мы собираем представителей из различных стран, оппозиции гражданского общества, правозащитников, чтобы вместе отстаивать свои права. Вы видели в прошлый раз, вместе с Даной мы как раз-таки объединялись вместе с представителями гражданского общества и оппозиций из стран Центральной Азии, из Таджикистана и Узбекистана. Вот сейчас будут другие представители страны России, Турции, уйгуры, а также из Молдовы. Поэтому будьте в курсе событий, помогайте нашим администраторам и модераторам собирать нарушения прав человека. Задавайте вопросы, все, что вам еще непонятно. Я буду стараться кратко, видео мне быстрее так вам объяснить в группе здесь, чем писать каждому ответы. И еще дополнительно, возможно, с теми, кто непосредственно будет идти на встречи, я готова ответить на ваши дополнительные вопросы, подсказать все, что необходимо, пишите. Все, всем пока. Если еще будут какие-то вопросы, задавайте. Продолжение следует...